В Нижней Палате Британского Парламента оживлённо обсуждают возможное перераспределение права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018-м. Пять лет назад Англию в этом тендере обошла Россия. Теперь тема зазвучала по-новому. Подождём результатов расследования. Если установят, что при распределении прав в игру была замешана коррупция, то нужно будет серьёзно задуматься об их перераспределении. Российский министр спорта тут же отреагировал на выпад британцев. Мы давно не проводили Чемпионат мира. Господи, мы вообще никогда не проводили. Вообще никогда. Ну вы тогда подождите, потому что мы же родина, мы подали заявку. Понимаете, коллеги, я вам так скажу, я никаких угроз для нашего Чемпионата не вижу. Примерно такого же мнения придерживается и большинство россиян. Я считаю, что это наглость. А давать сейчас в какой-то другой стране, неважно какой, это нерезонно, я думаю. Потому что у нас уже идёт подготовка, и мы ждём. Давление на Футбольную Федерацию огромное. Ведь по этому поводу высказался даже президент США. Нельзя забывать, что хоть футбол и игра, но это также и большой бизнес. Это источник национальной гордости. И люди хотят быть уверены, что здесь всё идёт по правилам. Если же окажется, что FIFA играла не по правилам, британцы готовы тут же заменить россиян. Здесь был придуман футбол, поэтому мы – наиболее подходящая страна-хозяйка чемпионата. У нас отличная сборная, великолепные стадионы. Это хорошо для экономики. У нас для этого есть все ресурсы. Всё уже готово. Лишат ли Россию на самом деле право на проведение чемпионата 2018-го, станет ясно, когда закончится расследование скандала в FIFA.